находимся в деревне вранена только приехали уже эмоции кто-то в интернете именует эту деревню черногорская венеция аня ты согласишься черногорская пожалуй не меняться село относительно новое в 19 веке его населили а вообще с той стороны холма находится старый монастырь вот он с 13 века здесь существовал я думаю в 100 раз там разрушали турки нападали вот но цель наш сегодня не церковь и не деревня а вот тут есть два холма и мы идем на один из них он называется вели вверх то есть большая вершина совсем недавно промаркировали трапу и начинается она именно из деревни вранена но зачем мы туда идем он покушать и ну подрать это понятно нет цель другая мы хотим поснимать заливы с кадарского озера так что пошли подрать смотри карта есть все про деревню вот тут мы начинаем да да у информационные таблички вот начало мы идем вот так вот так лавочка отдохнуть и вот вели вверх панорама пожрать пожрать потом мы идем другой дорогой назад ты спускаешься на озеро к ресторану озера и немножечко можно искупаться до а ты видишь маркировку вот она да а эту автомобильную ежедо дорогу построили уже при югославии и так остров перестал быть островом тяжко резкий подъем до резки его не взяла вышли на поляну где явно раньше или сажали пшеницу и не знаю что то в этом роде а может даже и овечек пасли на этой поляне находится между одной вершиной этой поляна и второй вершиной куда мы идем 25 минут нам осталось на вершину а вот налево тропа показывает на монастырь стоят или панорамную лавочку но она под углом стоит я говорю лавочка абсолютно черногорская но они просто шли-шли с этой лавочкой и решили спичку тащить ее на самый верх вообще как бы поставим здесь под углом градусов 30 и кажется сейчас в озеро улетишь туда если что это не я криво снимаю а ну мы это сделали 303 метра вели в урх вот деревня вранина вот наша табличка одна змея увидена никто не укушен но это зашли конец нам еще вниз надо какие у тебя эмоции но детям не советуем такие камни пропасти ну не очень приятно эти прям скажем палка обязательно два холмика на самом деле здесь их называем грудь софи лорен и хорошо видно среди церновича с панорамной точке павлова страна есть красивое местечко называется мацалов бре такое панорамное кафе или забегаловка тут наливают варят кофе и показывает сиськи софи лорен посмотрите какие правда не одинаковые это еще югославы придумали назвать эти две горы у деревушки вранина грудь софи лорен легенда гласит что это был ее муж карло понти проезжал здесь мимо ему показывали красоты скандарского озера и он воскликнул посмотрите как похоже и вы вспомните в те времена в года 70-е лифчики у женщин были же такие треугольные как груди горки но я не зря встала видите красная такая штука здесь должна быть тетрадка и ручка давайте проехать обычно на самых интересных вершинах на крепостях каких-то горных озерах ты можешь оставить отметку я тут смотри что есть еще интересно тут есть печать пищи открытие этой тропы на вранину было 4 февраля двадцать третьего года сейчас у нас май месяц три месяца прошло тогда было серо сейчас красиво смотрю пока местные местные наших не вижу тут он рисунки рисует вообще на счет нету хотя я знаю что была группа водили может не все пишет здесь конечно и смотри они сделали эти две груди софи лорен печать прям сделали офигеть сейчас мы поставим давай напишем привет сиски софи лорен как думаешь оценят черногорцы должны знать слово сиски у них это дойки саша но 4 0 4 о красиво да сурик цветочки нарисовал ну что ж мы идем назад у меня есть такое ощущение что можно катиться резко кубарем в низкой этой тропе прям к ресторану ресторан вон там слева от дороги класс как мы ее назовем давай дашка с весны по осень черепахи есть везде на озере и возле моря то есть они не водяные вот эти черепахи водяные есть на другой вид вышли мы к пляжу вода конечно больше похоже на болото но наконец мы дошли до ресторана озера фух как мы мечтали о тебе мечта походника вот так выглядит мечта походника все будем кушать назад конечно приходится идти в автомобильной дороге сначала была тропа рядом в деревне вране она уже исчезла машина наша вот стоит черная но надо обойти всю деревню вот так вот поход заканчиваем ух вершина такая нелегкая скажу вам честно но я рада что мы сходили Сергей немножечко в умирающем состоянии тут вот эти желтенькие зелененькие ничего а вот кстати и сам холм куда находили вели вверх и и и Субтитры сделал DimaTorzok